так у нас сегодня 3 мая 2016 года среда ты мне вчера позвонила когда я тебя приму так было зачем ты мне звонила посоветоваться так я тебе что ответил ответил чтобы я пришла утром 8 часов утра 8 часов ты пришла ровно в восемь все как надо сделали я не знал для чего ты едешь ко мне и ты пришла и говоришь какая тебя нужна во мне нужен совет поговорить про домик потеряевки потому что до пенсии мне еще шесть лет и я болею но и шесть лет он просто стоял я пришла взять совет что мне делать я тебе прошлый раз когда были здесь я говорю молва такая пошла что ты домик продаешь кто-то кто-то пустил такую молнии нет нет я тебе сказал если такое возникнет и зная 1 я у тебя домик перекуплю потеряевки потому что приезжают люди негде остановиться я тебя сразу выложил я покупаю ты пришла правильно по нужному адресу я покупаю его это я теперь хозяин мы составили сейчас договор купщую для того чтобы будут приезжать люди baby было где остановиться как гостиница но продавать его не буду если я буду жив или кому-то нахожу ты приедешь заплатишь заплатишь уже нету сумма по с учетом инфляции которая в стране идет вот допустим ты сейчас мы с тобой договорились и сегодня ты разузнаешь сколько стоит билет до потеряевки одно теперь сколько стоит сахар килограмм сколько стоит ну там мука допустим какая-то еще что-то такое строительность кирпич цементом ты узнаешь и цены запишешь и когда придется покупать а теперь то мы рассчитаемся на эту сумму сколько может того и того товара купить чтобы по той цене можно было столько же того же самого купить очень просто не прятаться узнавать правильно говорю у нас виталий устинов был ну и жал в корченую у него кирпич тысячи кирпича и пришел я не знаю куда девать да куда девать я у тебя куплю сколько платил столько-то только что купил уезжает ну допустим 3000 я ему отдал я отдаваться я говорю сколько ты столько-то он уже раньше купил то я так посчитал инфляция мне известно я судился как раз вот она летела вниз все но ему нужно 3000 а я ему принес 9000 а зачем это лишнее я говорю виталий с инфляцией иначе ты который я тебе дам тысячи ты купишь только 300 кирпичей не тысячу а как это так то есть он не понимает совершенно не понимает ну так это чужие деньги какие чужие это инфляция ты должен я тебе покупая покупал когда у тебя деньги да вот сегодня даю я даю столько до должен дать чтобы ты ты еще мог купить который ты мне продаешь поэтому я покупаю не по сегодняшней цене а именно сегодняшней сказать цене а не то что ты тогда был он так и не понял ты это поняла что я говорю да конечно так засчитай свои места ты сейчас написала сейчас мы покажем вот так держи видно не видно помещается в экран ближе меня поднесет скажи или да дальше сама приблизь тут вот еще свидетели вот задачи засчитай сверху купчая на продажу дома так я новикова татьяна владимировна 1967 громче говорю что слышно 20 июня наши данные паспортные данные паспортные и дальше так приобрела дом деревне потеряевка по улице марии лапкиной дом 10 мамонтовского района купила за сумму 80 тысяч рублей сколько 80 тысяч рублей тысяч произносили да да продаю лапкину и гнатью тихоновичу дальше мои данные данные за эту же самую сумму да да за эту же самую сумму деньги получила наличными свидетелях при свидетелях все число это документ я когда тебе сказал ты горши там не подходит если через шесть лет ты не поселишься домик может быть продан добавляю потому что мы договариваться за шесть лет и вывезти которую тебе там вещи в течение месяца тебе даже много поэтому мы за детьми прием на газели ты даже на день раньше приехать загрузить в нашу газель наша наша газель она на витю сделана для мы купили для миссионерских поездок загрузим сюда здесь ты сразу все сделаешь чтобы она уже в опроставшемся виде здесь стояла 10 июня или восьмого там еще определимся по погоде стояла ну пол восьмого допустим то что там вам придется выезжать где-то может быть часа в три ночи выехать видите за рулем будет и ну и все такое или попросим андрея там в этот же день вернуться назад тебе это подходит да все выйдешь за день раньше туда все вещи там можно заранее упаковать сложить пораньше можно даже вот это твое дело значит к этому дома уже ты не имеешь никакой претензии ты сказала что у тебя там было не был несчастный случай какой загорелся туалет из-за чего я вы высыпала залу около туалета бабе беда у нас сколько только было такое вышел однажды у барабаша выкинула и матушка там павла сожгла и надежда васильна два раза только я уже там был она нет то есть вот это вот нет если ты отрешла если это плацдарм для следующего поджога я сразу сказала и что я вот так виновна поэтому виновна за счет я за это не высчитываю мы там все сделаем еще тебя сборать глупой бабы так оно есть так и есть так желать для здоровья чтобы пенсия какая-то была машина не забывай ездишь на ней ну и все остальное если ты уйдешь из общины допустим какая-то причина я я должен все это то договор наш этот что 6 лет я не продаю терять сил я сразу же пол я спала пол никуда они собираются уходить я хозяин это поняла я нет наши отношения с тобой хорошие да да очень хорошие меня выгонять будешь вот так я тебя не просил ты сама пришла и все сделали как положено деньги ты получила теперь делай как что хочешь ты ничего не должна в огороде мы постараемся огород не запустить там что где там растет лук ты можешь брать приезжать да ну прям летом если кто не будет жить летом допустим ты можешь приезжать я совсем крохобор какой что ли нет еще раз говорю ты слушаешь я тебе говорю допустим у тебя будет опять внучка твоя ксения там ты можешь с ней приезжать поэтому матрас и все это остается и ты свое белье которое отдельно где-то положили неприкасаемо пришла только раскинула и все разное там просто не чтобы у тебя осталось вот это время пока никто там не живет только меда никто не живет все и не спрашиваешь приезжаешь но мы теперь полностью смотрим за все что в доме там есть в ограде все это прибирать мы же его приготовили к твоему приезду он заброшенный был и колодец и огород и ограда теперь все это на мне я хозяин а это я сразу передаю ребятам с меня какой работник ты так для виду только еще толку может мне там насос оставить но оставляй конечно чушь ну конечно сколько он стоит я уже честно я уже честно не помню ну знаешь скажешь я тебе заплачу зачем я просто там нет не так тебе деньги ну не помню сколько он стоит но не помнишь значит узнаешь водолей самый дешевый мы им пользовались зачем какое сколько там пользовались ну короче так если оставляешь значит оставляешь он так и будет мы его не продадим если не украдут только потому что я вернусь и пусть он пусть надо в любое время качать да так что еще не обговорили да вроде все но я все равно там кое-что оставлю потому что а что у тебя там возить тогда оттуда но у меня там инструменты это кирпич который это стоимость дома не входило не это мой кирпич мой во дворе кирпич который ты он хотел даже по глупости своей погубить так что этот кирпич мой так что у тебя еще там ну инструменты вещи вещи какие-то кастрюльки посуды ну немножко что-то можешь оставить там конечно я это да ты еще подумаешь может не за чем и ехать тебе будет нет я-то увезла из дома почти все у меня даже но все я к тому чтобы зря что не мотаться это наказывают везет туда что туда увезла назад не вози если оттуда ведешься назад не вози вот эта беда туда-сюда у меня там постельная у меня одежда у меня все там я с собой ничего не беру но за год по вот осенью приезжаю пишу что с собой брать телефон шнуры к нему дневники все что было с собой а остальное там все что надо ясное дело я выезжаю на 8 по этому шапку зимнюю одежду уже заранее беру все на этом женщина она сама по себе слабое создание ей нужна крепкая рука и она не понимает даже этого то начинает на мужика восставать глупое создание совсем у них жизнь нормальная тогда когда она нитка тянется за иголкой куда иголка туда и нет а когда начинает по-своему я поеду там уеду у нее ничего нигде нету у меня сегодня как раз такой ролик стоит ну а в библиотеке примера чтобы она мужа бросила уехал мусульман тогда не было такая вольность была она к отцу чего там не заладилось у нее судьи 19 20 глава вот дальше ее не было просто она молодая женщина бросила а он левит он не привязан он приехал за ней вот это ошибка его было она сбежала на этом конец закрыта лавочка закрыта назад ходу тебе не будет вот мусульман если она за двор вышла все кончилось больше она не вернется кинжалом и приезжает здесь вот крикнула развожусь дома она уже не войдет чтоб что-то не у нее там заначка поэтому ожерелье все это все и богатство почему она навешает на себя он пришел я тесто его любит он его оставляет день два-три он говорит не могу больше пойду пошел в одном месте остановился колено ефремова то или его видели на зашел она видимо женщина приятная была пришли отдайте нам эту женщину на ночь ну и взяли они там мужчину видимо там было там запутанная история но она к утру приползла он стал утром она же лежит на крысе мертвую и дальше что сделал привез ее мертвую домой везет в густаво даре репродукции расчленил ее по ногам по рукам 12 частей руки ноги голова отдельно и по груди там и в разные части коленом послал и собрались воевать вот это вот обойдется во первых она мертвая пришла он привез за трупом съездил этого не надо было делать ушла на этом конец у них началась война и погибло больше 80 тысяч человек тысяч это все из-за него из-за ее побега если бы она не побежала истории это бы не существовало но отсюда надо вывод сделать так ушла не ему не надо идти за ней и не надо разговор закончен она ушла она но перед богом если ленщины никакой епископ развещать не может у него оставаться одному а если уж не может ну тогда меняй правила принимая но ехать никак не надо она должна вернуться за столбить не под каким видом но я знаю ничего хорошего уже не будет у нас такое было потеряевки она чуть что не так наконец а мать жила в корченое она к ней по столбам гляжу шпарит 7 ребятишек бросит и пошла не покоривший характер в конце концов развелась а мать умерла нету она все равно туда ушла сатана знает где падали лежала для стерлятника она туда и поперла и все кончилось кончилось все и всех детей против мужа против веры потеряла веру православную полностью бог отнял ничего сейчас нету нету ничего один здесь блудяга был потерявки в вашем доме жил блудник стопроцентный изменник у него даже в аптисто выгнали он везде ходил и он приезжает теперь их прищищает прищищает хлеб ломает дает ну сумасшествие полное так что с этим играть не надо а если у тебя муж есть то только дома спроси когда придешь пусть спрашивать дома у мужа если нету через подругу узнает где-то курсы какие-то есть я попутно вот это говорю ты сделала правильный ход правильный ход кто сделала мы знаем когда рух пришла и на имение подсказала молодая ты хорошая у нас родственники если он близкий к нам по родству ногу мне ты там приди приоткрою сзади в ногах ляжь как собачонка то и он устроит я знаю честно любой боя сгребно ночью пришла бабенка да никто не выйдет ничего подобного и мы знаем это будет пра-пра давид родиться давида христос и он ей сказал хорошо ты сделала не пошла мне молодых искать там некрасивых и и что как он взял по закону вышел но я тебе не не самый близкий еще один родственник есть и он уже обдумал какой план руф пришла так вот землю там это сказать на имень землю против я первый родственник я беру но если берешь ее бери восстановить семя ему а это я не могу жена то на работу не ходила прожорливое создание еще одну надо было кормить он нет ну то следующий я и все старейшину собрал заранее и они подтвердили следующий ты поэтому я ее беру беру землю теперь земля моя и руф я беру ну и дальше все остальное понятно с хорошим человеком как знать а это все устроила свекровка на имень как она умно все рассудила пойди а он не сказал бери пей ешь там с нами вместе да и ничего не между ними еще не было это от бога вот это нам пример а домой то допустим реветка пришла по сеткам все с этим с сисаком она назад пошла к отцу хоть раз никогда а ру но там рахиль леве никто никогда уезжали из дома навсегда у казаха почему деньги платят это моя теперь моя единственное что он может отец ей дать приданное это на гайку бишь я ее порол вот теперь у казаков было теперь ты муж теперь передай вот теперь я учи как правильно бить жену ролик стоит как она по-другому не понимает вот другой только покажи она по струнке будет ходить у нас соседка была его это глобли бей она все равно по-своему она а я убей она ничего не сделать до того противно но вот это же которая женщина у нас такое делала я советовал если ты думаешь уезжать то поезжай в чечню и поближе к дагестану чтобы не бежать некуда и сразу пойди хотя максакалом и скажи помогите мне жена не ходит под контролем вызовите ее я попрошу последить за ней она мне не изменяет она не слушается на детей против травит она хорошая работница она замечательная там огородница все они есть но не покорилась все погубила а в жене что главное как церковь христу как церковь так жена мужу во всем учить же не не позволяю когда в советское время это все равноправие равноправие женщины космонавты женщины шахтеры женщины с тобой вместе трактора поведем целину так она были то а не под почему дальше не говорить ее трактором тесло это все бесплодные женщины у нее ничего ничего нету который на тракторах женщина работали не бесплодные сегодня показывает дальше то песня то не допивалась а как она дома должна сидеть водитель с детьми не хотели этого делать вот теперь получаете то что вышло из этого и вот поэтому женщина до ножа дома воспитывать детей рожать детей ничего и грится и дальше господь все это устроит другого нет и и ты своим детям внукам должна сказать они этого не слушают идут другим путем значит ничего и не будет ничего единственное для нас это голос духа святого отображены в святых божьих человеках вот здесь никто домой не возвращался вышла замуж купленная вещь повез ее все он платил за нее колым колым иногда стоил табун лошадей какой-то показывает фильм решили трясет уже как рука устал давиду бы не подала что делает ничего не сейчас смотри полная катастрофа даже виду не подал бы на вытяжку поставить будешь стоять меня ксения иванова здесь была им щекова и как вот так руки по арестовать пришли он стоит и а все у него забирает от листой вот так руки все забрали забрали одна жена остается ну и нашли уздечка уздечка там у дела железно это мужик один увидал да ты на ней топчешься уздечка это ты кулацкая морда его раз да я зачем бы и он говорит и кого жену только обуздывать у меня все вы забрали ничего нету то есть когда все забирали лучших крестьян почему раз завал то такой 10 миллионов погубили лучших дружеников и ни одна жена не убегала никуда никто этого не знал и вот я считал про одного вот ему надо купить было заплатить за нее 5 мешков муки и он у советским помогал там чтобы ему зеленая мог но все на то есть что сказать тебе а вроде все все